Десногорск Обычный шарик, как средство борьбы с ковидом. Подарок медсанчасти от десногорских волонтеров. Оказывается, далеко в Советском Союзе врачи практиковали такой метод по разработке легких. Третья музыкальная академия городов Росатома под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башнета проходит с 23 по 28 ноября. Мастер-классы академии пройдут сразу в 11 городах атомной промышленности, а в роли наставников – педагоги ведущих учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга. Мастер-классы проходят в рамках программы «Территория культуры Росатома», организованных русским концертным агентством в рамках федерального проекта «Юрий Башмет» «Молодым дарованием России» и также при поддержке фонда президентских грантов. В Десногорске мероприятие прошло в детской музыкальной школе имени Глинки 25 и 26 ноября. Преподаватель Надежда Дмитриенко – лауреат международных и всероссийских конкурсов среди исполнителей на народных инструментах. Она показала юным музыкантам тонкости игры на домре. Для десяти участников мастер-класса советы опытного наставника помогли заново открыть вроде бы уже знакомый музыкальный инструмент. Всего же в атомных городах приглашенные педагоги поделятся опытом и секретами мастерства сразу по десяти направлениям – скрипка, флейта, фортепиано, гитара, балалайка, домра, баян, аккордеон, кларонет и саксофон. Мероприятия призваны сохранить навыки игры на классических музыкальных инструментах и вдохновить юных музыкантов на дальнейшее творчество. Я считаю, что у инструментов есть будущее. Я вижу огромное количество молодых ребят и юных детей совсем маленьких, которые с удовольствием играют на них. К этому идет сердечная привязанность и тяга, без которой уже просто не можешь дальше жить. Из-за сложной эпидемиологической обстановки впервые мастер-классы будут транслироваться в интернете. Запись выступлений можно будет посмотреть на сайте программы «Территория культуры Росатома». Врачи говорят, что даже у тех, кто переболел коронавирусом в легкой форме и избежал попадания в стационар, заболевание не проходит бесследно. Долго держится отдышка, иногда слышатся хрипы при дыхании. Специальных медикаментов от таких симптомов пока не существует, поэтому рекомендуется восстанавливаться проверенным способом – надуванием воздушных шаров. Оказывается, далеко в Советском Союзе врачи практиковали такой метод по разработке легких. Поэтому было принято нами решение подарить ковид-отделению и всем пациентам воздушные шары. Жизнь пациента после ковида держится на трех китах реабилитации – двигательная активность, правильное питание и дыхательные упражнения. Эффективным тренажером для последнего и является праздничный атрибут. Теперь он есть в распоряжении медсанчасти Десногорска. Волонтеры города подарили медучреждению и его пациентам целую упаковку воздушных шаров. Хочу выразить слова благодарности волонтерскому движению города Десногорска за предоставленный подарок, который будет использоваться для больных ковид-отделения. Это воздушные шарики, которые нужны в период реабилитации для профилактики легочных заболеваний. Это уже вторая подобная акция Десногорских волонтеров, с помощью которой они надеются не только внести свой вклад в дело борьбы с ковидом, но и поднять настроение тем, кому не удалось уберечься от этой болезни. В конце выпуска о погоде. 27 ноября в Десногорске пасмурно, снег с дождем. Днем плюс три, ночью минус один. Смотрите Десна ТВ и не забывайте про наш сайт desnadefistv.ru. Всего доброго!